Наши все. 220 лет со дня рождения великого поэта. Пушкин был человеком эпатажным, своенравным, но безумно талантливым. Впрочем, не всем творчество Александра Сергеевича по душе. Сегодня в студии прозвучат два мнения о солнце русской поэзии. У нас в гостях Ирина Колтухова, доцент КФУ, кандидат филологических наук. И Михаил Голочук, поэт. Господа, здравствуйте. Михаил, откровенно, вы тоже поэт, коллега своего, так сказать, тоже поэта Александра Сергеевича Пушкина. Завидуете ему в плане признания, творческих потенций? Как в целом относитесь к Пушкину? Конечно, завидую, потому что Пушкин гений, и это не признавать глупо. Я завидую его признанию, завидую его гению, но отношусь к нему просто с уважением. То есть Пушкин это не тот поэт, которого я люблю, то есть которого я постоянно перечитываю, который вдохновлял бы меня или который поддерживал бы меня в грустные минуты. А кто вот ваш избранник в творческом плане? Достаточно большое количество любимых поэтов. Это от современных, вроде Ессоя Ахастахова, Нина Лернер, это крымская поэтесса. Так, и это Бротиган, это Ален Гинсберг, это... Ну, обширный список, но вот из всего Ахастахова знаю. Действительно, действительно хорошие тексты, мне самому очень нравится. Но, Ирина, вот если мы говорим, в принципе, о Пушкине, да, как о иконе стиля, наверное, того периода времени, да, действительно, для меня это тоже вот любимый поэт, я, наверное, с вами разделяю это, но в то же время появилось вот на сегодня такое понятие, как Пушкинобесие. Что имели в виду создатели такого словечка? Я не знаю, я не придумывал его. Вы нам расскажите, что они имели в виду. Ну, трудно сказать. Значит, вероятно, очень хочется легнуть память Пушкина, ну, легнуть культуру, объявить классику отстоем, но мы как раз наблюдаем сейчас совершенно нечто противоположное, как мне кажется. Вот вы начали с слов уже ставшими, ну, довольно... Наши все? Да. Вы начали с цитаты из Аполлона Григорьева, да, но, а у меня вот все время возникает желание написать какую-нибудь статью на тему «Пушкин наше что?» и вопросительный знак, и несколько восклицательный. А Пушкин ваше что? Вот, Пушкин наше что в данный момент. Понимаете, ну, просто относиться к Пушкину как к некой запыленной иконе, мимо которой вот так формально перекрестился и дальше побежал, это вот тенденция, существующая давным-давно, и, в общем-то, уже... Ей для него уже очень много времени, даже, наверное, начиная со второй половины XIX века. Память Пушкина от этого не пострадает. Речь идет о другом. Вот, можно... У нас рекламка сразу, да? Нет, это не реклама, потому что, собственно говоря, книжечка эта у меня уже осталась в одном-двух экземплярах. Вот, она написана и для учителей, и для школьников. Называется «Классика и современная литература». Литература, почитаем и подумаем вместе, а вот здесь вот такая вот... Я вижу, чтение убивает в человеке глупость. Да. И у меня здесь как раз разделчик, который называется «Как прополоть тропу к Пушкину». Не больше и не меньше. Тропа заросла, понимаете, и зарастает очень сильно. И как бы мы ни там не выкрикивали «Ах, Пушкин, Пушкин!», но если при этом Пушкина не читают, так тут уже сорняки и лопухи. Ну, почему же? Вот школа регулярно входит в программу «Пушкина однозначно читают». Сейчас вернемся еще. Михаил, ну вы Пушкина в принципе не читаете принципиально или просто ровно относитесь? Я просто отношусь спокойно, потому что... В свое время уже отчитали. Господа, я предлагаю небольшого рода батл. Вероятно, Михаил, мы вам дадим, наверное, время подготовиться, но что-нибудь из своего прочтете. Вы же поэт, буквально там несколько четверостиший. И Ирина, вас попрошу что-нибудь из Пушкина. И мы сравним, допустим, и Пушкина, и современную поэзию, посмотрим, как это звучит. Ну, мне кажется, такого рода сопоставления просто некорректные. Кстати, простите меня, я бабушка консервативная и старомодная. Но тем не менее, слова отслой вы сейчас в прямом эфире произнесли. Я бы предпочла, чтобы вы ко мне обращались по имени-отчеству Ирина Михайловна. Как там в известном фильме? Мы на новый лад, так сказать, на новый лад работаем, поэтому... Ну, уж не знаю. Значит, ну, пусть Михаил что-то выберет, да? А я себе, можно, позволю, ну, вы хотите, позволю сказать вам несколько слов. К сожалению, вот вы говорите школа, школьные программы, но мы сейчас с вами наблюдаем в таких колоссальных масштабах то, что Иосиф Бродский в своей Нобелевской речи назвал ситуацией нечтения. И, кстати сказать, назвал это в 80-е, благополучные годы, когда мы еще были самой читающей страной, он ситуацию нечтения назвал преступлением против национальной культуры и против культуры вообще. Вот у нас государство наше спохватилось буквально вот в 15-м, в 14-м году, увидев последствия этой ситуации. Так какой ситуации-то? Ситуации нечтения. В каком смысле ситуации нечтения? А вот в том... Ну, давайте срез придем. Вы читаете? Ну, извините, мне это... Вы читаете. Вы не только читаете, но и пишете. Я тоже читаю, иногда тоже пишу. Вы читаете? Конечно. И читают и пишут. Вот пример. Нет, мы наблюдаем картинки, связанные с детками, со школьниками и с молодой порослью родителей. Загляните на сайт мамочки под любым ником. Много интересного. Но вы вот женщина консервативная, а по сайтам, так сказать, ходите. Ну, тогда мы будем говорить... Я имею в виду нечто иное. Ирина Михайловна, у меня вот вопрос, пока опять же Михаил готовится, я думаю, уже подготовился. Но вот на сегодня мы говорим о том, что Пушкин, да? Вот Пушкин, Пушкин, Пушкин. Но мировое признание, я сейчас говорю, вот наднациональное, да, мировое, это Достоевский, это Чехов. Ну, естественно. Они считали Пушкина своим учеником, да? Учителем. Они считали себя учениками Пушкина, да? Но, тем не менее, такого мирового признания, как эти авторы, Пушкин не получил. В чем причина? Ну, это совершенно естественно. Вот Пушкин, творчество Пушкина, некая основа, некий фундамент. Простите, Дантес, когда его с позором после дуэли отправляли из России, с презрением сказал, ну, Пушкин-то для него был просто некрасивый муж женщины, которую он добивался изо всех сил. Ну, правда, есть версия, что и любил на самом деле. Он говорил, да, боже мой, что такое Пушкин, да в Париже найдется 20 таких поэтов и так далее. Но это вовсе не умаляет значение Пушкина для нас. Какими бы ни были, мы говорим с вами на языке, который создал Пушкин. Ну, вот с этим можно поспорить, но бразды пушистые вздымая, сейчас вряд ли встретишь в обиходе. Извините. Так вот, могу сказать тоже по этому поводу. Конечно, у Пушкина встречается архаическая лексика. И в свое время, в свое время, ведь посмотрите, период, когда произошло его становление как поэта, это интереснейший период в развитии русской литературы. Молоденький Пушкин, еще лицеист, он находится под влиянием Державина, под влиянием классицизма. И в то же время рядом Жуковский, великий романтик, его учитель. А Пушкин уже идет своим путем. Так вот, Пушкин действительно совершил чудо и в своей поэзии, и в нашем культурном сознании. Какое чудо, в чем это чудо заключалось? Он сделал так, что обычные, бытовые, обыденные слова стали жемчужиной поэзии. Вот вы одну цитату, вы привели цитату из Онегина, а я просто обожаю тоже рядом, близкую. Вот смотрите, картинка зимы. На красных лапках гусь, тяжелый, задумав плыть по лону, вот ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый, мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. То, что в искусстве, в поэзии было тогда абсолютно недопустимо. Ирина, давайте для сравнения сейчас предоставим возможность Михаилу тоже несколько своих строк. Может, два слова. Сейчас, секунду, скажет Михаил, и мы как раз будем иметь возможность сравнить, провести сравнительный анализ, наверное, классики поэзии и современной. Мне тяжело, конечно, тягаться с Пушкиным. Но тем не менее. Я хочу прочитать два коротеньких стихотворения. Пожалуйста. Современная поэзия. Ты все тот же глупый Холден Колфилд, заблудившийся над пропастью в Оржи. Завтра приходи ко мне на кофе. Сделаю тебе массаж души. И второе. Ты говоришь, что я одержимый. Но это всего лишь один из моих режимов. С другими приоритет выдержки. Как у хорошего вина. Я не хочу, чтобы и между нами была эта пинфлойдовская стена. Вы понимаете, о чем сейчас Михаил сказал? Вы знаете, как ни странно понимаю. И над пропастью в Оржи читала неоднократно. И представители... Или Пинфлойд слушали, вероятно. Пинфлойд. Но неужели хуже? Вы говорите о том, что Пушкин внедрил существенный шаг. Он был новатором своего времени. Он внедрил эти слова. В данном случае тоже употребляют слова? Которые произносят современная молодежь. Это просто другое. Речь идет не о тех или иных лексических пластах. И не о том или ином слове употребления. Речь идет о другом. Понимаете? Ну, есть вещи, которые не имеют смысла просто сопоставлять. Тем более по принципу лучше или хуже. У каждого времени свои песни, свои голоса, своя поэзия, представления о допустимом в искусстве. Они меняются и меняются очень быстро. Юного лицеиста Пушкина критики гоняли за что? За то, что он писал «Поставь пивную кружку на столик ващиной, устрой друзьям пирожку». Тогда были у него и не совсем цензурные выражения. Но вот критик Писарев еще в 19 веке, он откровенно не признавал талант Пушкина. И Есенин очень хорошо, по-моему, сказал о Писареве лучше всех. Он назвал его гениальным гунном. Кто такие гунны, помните? Ну, варвары, да. Варвары-разрушители. Кто знает, проживи Писарев дольше и не погибни он так внезапно и трагически, будучи молодым еще. Но кто знает, проживи Пушкина и не погибни, будучи молодым еще? А, ну, на эту тему проекций тоже вагоны «Маленькая тележка». Знаете, о Пушкине написано ни море, ни океана, целая вселенная литературы. Что касается Писарева, то... Но мы не о нем говорим о Пушкине, да, больше о поэзии. Михаил, скажите, вот если... Да, то есть мнение Пушкина о Писареве, оно очень ограниченное и, ну, очень больно. Михаил, если переходить в плоскость современной поэзии, тогда действительно Пушкин, его знала вся Россия. Куда бы он ни приезжал, в какой город, безусловно, все его знали, видели, хотели посмотреть. Сейчас поэзия, да? Ну, кто знает поэтов? Господи, ну, кто узнает? Ну, за редким исключением. Вы сами говорите, что вы знаете Ахастахову. Есть, кроме Ахастаховой. Я знаю тексты. Внешне, вот сейчас покажи картинку, я не смогу понять, она это или нет. Обязательно ли знать, как она выглядит? Пушкина знали. Есть ли современная поэзия или, по сути, вот актер приедет, актер, певец какой-нибудь, там, шоу-биз, да, представитель шоу-биза, он приедет, его узнают. А поэта нет. Почему так? Есть, например, такие известные личности, как Ес Соя. Может быть, их не все знают? Ес Соя. Ну вот, уже не так известные личности, если не все знают. Широко известен в узких кругах, да? Пушкин, наверное, современных поэтов нет, но это просто разные абсолютно аудитории, потому что Пушкин уже известен не одну сотню лет, а современные поэты, они выступают с десяток лет, и их аудитория пока что меньше, но она будет расти, и через какое-то время, возможно, они будут так же известны, как и Пушкин. А может, современным поэтам просто нужно искать какие-то новые формы, там, формы неподражания, да, вот именно новые исключительные формы, и, безусловно, может, в принципе, поэзия – это уже отживший, уходящий на задний план искусство. Сейчас вот кино в большей степени, там уже даже интернет какие-то. Будьте здоровы, вы чихнули, видимо. Да. Я хмыкнула, скажем так. Поэзия – это ни в коем случае не отжившее искусство, потому что поэзия – это не только рифма и ритм, это намного большее, это то, что кроется в словах, это сама атмосфера. И поэзия есть… Рэп – это поэзия? Если хороший рэп, то да. Почему нет? Почему нет? Есть те же «Анакондас», тот же «Нойзэмси», есть группы, которые читают рэп, смесь какая-нибудь с альтернативой, и в них есть достаточно много поэзии. Я не скажу, что все рэперы – это поэты, но среди рэперов есть… В этом случае я с вами согласен, да, тексты действительно могут вызвать интерес. Ирина Михайловна, ну вот, безусловно, люди пишущие, вот в данном случае Михаил, да, он пишет, да, приятно всегда читать. Тоже Астахову, да, мне всегда приятно читать и слушать, и Пушкина – это мой любимый поэт. Но вот творчество и жизнь великого поэта Александра Сергеевича, она породила огромное множество ученых, тех людей, которые копошатся в его прошлом, пытаются разобрать его творчество, объяснить, что он имел в виду, говоря то или иное. Но, мне кажется, только сам автор может знать, что он имел в виду. А пытаться объяснить, что другой человек имел в виду, разве это правильно? А потом рассказывать о том, какое влияние стихотворения Пушкина оказывает на тенденции развития рэп-культуры в мире. Понимаете, в чем дело? Давайте не будем путать совершенно разные вещи. Литература ведения как наука живет, существует, рядовому читателю не навязывается, но она есть объективно, изучая и творческие процессы, и личности. И параллельно существует, ну, просто такое, знаете, грязное и банальное любопытство к подробностям личной жизни великого человека. И, кстати, сказать об этом Пушкин высказался еще при жизни, вы, вероятно, помните. Для него было... Не помню, я... Для него было... Можно? Мне кажется, это интересно. Значит, для Пушкина было личным таким потрясением узнать о безвременной гибели Байрона. Ну, Байрон был, конечно, символом, знаковой фигурой для романтической поэзии, для русских романтиков тоже. Вы знаете, Байрон умер в Месолунге внезапно, молодой красавец. И Пушкин узнает о том, что личный секретарь Байрона отказался даже за большие деньги опубликовать дневники покойного поэта. Как вы думаете, как Пушкин к этому отнесся? Осудил или одобрил? Зная Пушкина, он мог и осудить. Пушкин одобрил. При всей его любви к Байрону он считал, что есть право на личную, интимную жизнь. Причем высказался он очень резко. Он сказал, толпа хочет увидеть великого человека на судне, то есть на горшке. Исключительно с целью, чтобы воскликнуть, он так же мелок, грязен, ничтожен и подал, как мы. Но, тем не менее, сам Пушкин ходил в прозрачных панталонах как-то, да? И дальше, минуточку, оставьте эти прозрачные панталоны, не надо. Так вот, Пушкин продолжает, врете, сволочи. Бывает и мелок, и ничтожен, но не так, как вы. Вот Пушкин очень четко это разделял. Вот если вы Пушкина любите, помните одно из самых таких, ну, хрестоматийных стихотворений, поэт. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. В заботы суетного света он малодушно погружен. Молчит его о святая лира, душа вкушает хладный сон. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Вот Пушкин очень четко различал творчество и, ну, обычную бытовую сторону жизни. Хотя, конечно же, впечатления творческие он черпал из жизни. Можно, безусловно, по-разному относиться к Александру Сергеевичу как к человеку, да. Но, тем не менее, умолять его заслуги в творческом направлении и всю прелесть его текстов, безусловно, не стоит. Но вот если мы говорим о подражательстве, да, Михаил, многие пытались подражать. И это, в принципе, нормально до тех пор, пока человек не выработает какую-то свою систему, свое направление, в котором он захочет двигаться. Вот актуален ли Пушкин для современной аудитории, чтобы брать пример, чтобы читать? Ну, все-таки, несмотря на то, что в свое время он говорил на языке простых людей, да, на сегодня зачастую эти слова не всем понятны. Я думаю, что он актуален, потому что у него очень сложный и интересный язык, у него высокий слог, может быть, где-то архаичный, но он высокий. И для молодых поэтов, и не только для молодых поэтов, учиться и подражать в самом начале пути – это хорошая идея, потому что сначала стоит научиться говорить высоким слогом, а потом уже искать свой стиль и искать свой голос, искать свое выражение. Ирина Михайловна, вот скажите, пожалуйста, Пушкин, да, безусловно, все мы его знаем, помним, любим, да, но хочется развития, продолжения. Что должно случиться в современной русской литературе для того, чтобы появился человек, который вот вышел бы на уровень великого поэта? Ну, наверное, ожидать и терпеть, и наращивать культурный уровень. Я-то уже старенькая, я помню 60-е годы. Вот этот бум, эти дискуссии между физиками и лириками, ну, то, где мне не пришлось присутствовать, но это, о чем мы читали и знали, эти знаменитые вечера в политехническом, это огромные аудитории, которые собирала тогда поэзия. Просто в каждую эпоху есть свои приоритеты, есть, ну, свои волны, которые сменяют одна другую, и здесь ничего предсказать нельзя. И в искусстве тоже ничего предсказать нельзя. Вот как нельзя ничего искусственно вести в язык, как бы мы ни хотели, как бы мы того ни желали. Вот слово или появляется, живет, или не приживается. Господа, ну, будем ждать новой волны, будем надеяться на то, что она все-таки появится. Я благодарю вас за беседу. Зрители, за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!